Всем привет, с вами Настя и сегодня мы с вами поговорим о гномах, а именно о волшебных гномах. Волшебный гном это особый объект в The Sims 3. У каждого гнома есть свое имя и их можно хранить в багаже персонажа. У волшебного гнома можно пинать, как и обычного гнома, но его нельзя клонировать с помощью инструмента пипетка. У волшебного гнома есть привычка тайно перемещаться по участку. Мистер гном. Этого гнома можно найти во время рыбалки, использования бурной установки, исследования катакомб на кладбище, в карьере преступника, в карьере сыщика, в процессе трансглюкации, по почте после получения ограненных драгоценных камней и расплавленных металлов, в мусорном баке. Гном из базовой игры, который выглядит как обычный садовый гном. Семья гномов. В дополнение The Sims 3. Мистер гном может завести свою семью из гномов, которая будет расти в численности, стареть и даже умирать. Для этого необходимо завести на участке два волшебных гнома. На свет появляется малыш-гном, который повзрослеет и станет ребенком. Далее подростком-бунтарем. Обычным взрослым гномом, стариком, а затем умрет и на месте себя оставит миниатюрное надгробие. Волшебный гном Султан Сам. Этого гнома можно найти в Альсимаре. Его можно найти, исследовав катакомбы в египетском мавзолее, случайно выловив удочкой во время рыбной ловли. Также можно найти в качестве трофея в некоторых египетских гробницах. Волшебный гном Мастер Манчу. Этот китайский гном постоянно практикует восточное единоборство Симфу и медитацию по периметру участка. Если персонаж занимается борьбой на тренировочном линькине, он может расположиться и поблизости, и наблюдать за вами. Волшебный гном Малыш Леон. Этот пухленький гном напоминает Наполеона Бонапарта. Обожает любоваться винными погребами. Прямо-таки потирает пузо при виде нектарных залеж. Волшебный гном Скульптор. Почти все свободное время посвящает тому, что изображает известные работы выдающихся в скульпторах. Может наблюдать за работой персонажа возле мастерской скульптора. Волшебный гном Изобретатель. Этот гном может получиться при создании изобретения на верстаке. Время от времени гном может залезать на верстак для изобретения, либо наблюдать за персонажем, который работает за ним. Троглодит. Этого буртального молодого человека с собой можно привезти из прошлого путешествия в машине времени. Абракадабра. Абракадабру можно найти в дорогой сушилке. Иногда этот гном попадается при сборе высушенного белья. Он может внимательно наблюдать за процессом стирки, сев прямо на сушильную машину. Если оставить грязное белье без присмотра, Абракадабра будет постоянно тарящиться на него. Шикафука. Кроме того, что этот гном рэпер, других особенностей у него пока выявлено не было. Волшебный гном Вампир. Он подкрадывается к любому другому. Гному гному и спустя некоторое время превращает его в себе подобного. Рекс Собачевский. Этот гном похож на собаку. Появиться может на участке после того, как в семье появилась собака. Или же если собака ощенилась. Котофей Котофеевич. Кот появляется на участке сразу после того, как в семье появляется кошка. А с появлением потомцам вероятность появления этого гнома возрастает. Зиньятта. Гном-лошадь появляется обычно на участке, на котором есть лошадь. Существует вероятность, что этот гном будет появляться каждый раз, когда лошадь слизывает соль. За один раз может появиться несколько гномов. Волшебный гном Ледяной Кролик. Наверное, чуть ли не самый странный гном за всю историю игры The Sims. Волшебный гном Кронстан Буниц. Можно найти в багаже персонажа, работающего фокусником. Волшебный гном Дамский угодник. Гном, одетый как певец 50-х годов. Этого гнома можно найти в багаже персонажа, работающего певцом. Проклятый гном. Гном-призрак, который может быть разных цветов. Его можно получить из машины коготь или в качестве награды за успешное исследование призраков древнего хранилища. Бактус Баттернат. Весенний гном в виде пасхального кролика. Этот гном может появляться в багаже персонажа при сборе пасхальных яиц на весеннем фестивале. Также его можно купить весной в торговом киоске за 500 фестивальных билетов. Гном Брон-брон. Летний гном в шортах, гавайской рубашке и с надувным кругом. Этого гнома можно найти, устраивая вечеринки у бассейна. Также его можно купить летом в торговом киоске за 500 фестивальных билетов. Краклин Неккербелл. Осенний гном в виде ведьмы, парящей в воздухе на метле. Гнома можно найти при посещении дома с призраками, во время охоты за сладостями на страшный денек, или купив осенью в торговом киоске за 500 фестивальных билетов. Эс гномом Вик Биттертотер. Зимний гном в виде снеговика. Этого гнома можно получить, слепив много снеговиков, или купив зимой в торговом киоске за 500 фестивальных билетов. Злой господин Гном. Гном выглядит так же, как Мистер Гном из базовой игры, но с некоторыми отличиями. Гном окончания университета. Гном в мантии в шапочке выпускника, который появляется в багаже персонажа после окончания университета. Гном морской. Гном в старинном костюме для подводных погружений, которого можно найти случайно в зону для погружения подводы или во время исследования подводных пещер. Механический гном. Гном, похожий на маленького робота. Этого гнома можно получить путем сбора пяти кусочков фламы, найденных в местах крушения в оазис приземления. Надеюсь, вам было интересно данное видео, так что обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok